Здравствуйте, уважаемые зрители! В одной из прошлых публикаций мы уже говорили о русско-турецкой войне 1768-1774 годов. Причем ее начало для зачинщиков турок было весьма непростым. Несмотря на численный перевес, они терпели поражение. И как пример тому, битва у любой могилы, где Петр Александрович Румянцев отработал тактику раздельных коры и обходов обороняющегося противника, что позволило ему разгромить численно превосходящего врага. И вот спустя менее месяца после победы русские войска подходили к реке Ларго, у долины которой и расположилось турецко-татарское войско на хорошо укрепленных позициях. Причем армия неприятеля насчитывала около 80 тысяч человек, тогда как наша всего 25. Румянцев расположил свою армию в восьми верстах и начал готовиться к штурму. Враг решил упредить и атаковал первым 5 и 6 июля 1770 года, но успеха не имел. И вот 7 числа в атаку пошла уже русская армия. Под покровом июльской ночи войска форсировали реку по заранее наведенным переправам. Впереди шли три коры – Репнина, Потемкина и Баура. За ними во второй линии шли основные силы, а в третьей линии шла кавалерия и артиллерия, состоящие из семи батарей. И вот 4 часа русские войска, сбив передовые части турок, вышли к правому флангу обороны, после чего загрохотала наша артиллерия, под разрывами которой и начался штурм. Оборона турок начала давать слабину, и они были вынуждены снимать войска с других участков, дабы усилить это направление, но Румянцев не собирался наносить один удар. По только что ослабленному участку наносят удар части племянникова и прорываются во вражеский лагерь, где завязывают бой. Противник решил совершить обход крымской конницей в ответ, но под метким огнем нашей артиллерии она была рассеяна. Видя успех, Румянцев вводит в бой вторую линию, которая обходит первую по флангам и усиливает фронт натиска. Как итог, в полудню часть лагеря противника была в руках наших предков. А вот турки с крымчаками были деморализованы очередным поражением при колоссальном превосходстве, поэтому битва вскоре перетекла в бегство врага. Последний бросал орудия, обозы и даже знамена. Так, трофеями досталось 233 орудия, еще 2000 человек попали в плен. Для 1000 этот бой стал последним. При этом армия Румянцева потеряла всего 61 человека, а это в 50 раз меньше, чем у противника. Вот такие вот чудеса творит тактика, а впереди была битва при Кагуле, о которой я обязательно расскажу. А на этом у меня все, всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания.